Так о чем мы сейчас поговорим? О чем мы сейчас переговорим? Мы поговорим о том, чем занимается китайская медицина. Я просто сюда приехал и посмотрел. И я был убежден в том, что, извините, пожалуйста, но до Китая нам очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень далеко. А потом я приехал и переговорил с нашими врачами. Когда я им сказал, что я буду лечиться ядами пчел, они мне сказали, да ты что, это вообще так сложно, не дай бог что-то случится. Но в итоге, как оказалось, Китай рулит. И рулит этим уже давно. Я потом уже просто продемонстрировал. Решил пообщаться с нашими апотерапевтами, которые мне сказали, что пункт номер один. Яд пчел, при онкологии это очень вредно. Я им продемонстрировал. И могу это буквально сейчас сделать. Никаких проблем нет. Включаешь интернет. Есть такой поисковик АОЛ Америка Онлайн. Такой нормальный поисковик, откуда он родился. То есть Америка начала весь интернет в свое время. Я вбил туда одну фразу. Ну, в смысле, это комбинация фраз была. Be poison against brain tumor. То бишь, я вам сейчас объясняю. Это называется яд пчел против раковой опухоли. Раковая опухоль мозга. И вот в 2014 году есть там такая небольшая конторка под названием CNN. Ну, чтобы вы поняли это. Это называется... Сейчас расскажу, что это такое. Тед Торинер в свое время, в свое время, когда только кабельное телевидение начали развиваться, воткнул такую штуку. Вот. И она раскрутилась. И стала очень крутой, по сути. Она покруче, чем другие конторы в Америке. И вот они мне следующим образом написали, что яды пчел, яды скорпионов, яды змей, они останавливают рак. Китай мне сразу сказал, мы не уберем твою опухоль, да? Не уберем. Но мы сделаем так, чтобы ты продолжал с ней жить. То есть она будет не передо мной, а после меня. То есть мы ее заморозим. Теперь я расскажу, что такое случилось. Я был в Китае, мне все это дело объяснили. Вот. К сожалению, я вам продемонстрирую это только на себе. Вот у меня рак мозга. Вы это знаете, я это знаю. И теперь я вам продемонстрирую, как это все делается, как все это дело лечится. То есть никаких особых проблем нет. Я показываю, смотрите внимательно. Я демонстрирую это вам. То есть я разворачиваюсь. Видите, да? Сейчас обращаю внимание ваше. То есть голова и шея. И вот сюда. Вот, вот, сюда. Одна и вторая пчела ставится. Вы поняли, куда я ставлю? Одна и вторая пчела. Иietraba. И changed by the way. Через три дня... Эту процедуру вам необходимо повторить. Интерпекс, я тщательно повторюсь. Через три дня, я также повторюсь. И через три дня я еще раз повторюсь эту процедуру. И через три дня ее повторюсь. Вот, я 쪽 Divi9 типа. Так вот, CNN в действительности объясняет, что в традиционной китайской медицине вот эти вещи, они в действительности лечат рак. Единственное, в чем проблема, очень редко случается, когда у человека невосприятие пчелиного укуса, когда его начинают, чтобы этого не случилось, я вам показываю, как это сделали на мне. Не то, что потом мне тут начали втирать по ушам, проезжать. Нет, такого не было. То есть, вот сюда ставится пчелка. Через 20 минут они на вас смотрят. Если у вас никаких проблем нету, то вам продолжают ставить укус. Все нормально. У нас они через день начинают что-то там канифорить мозги. Извините, пожалуйста, я это не понимаю. И еще раз возвращаюсь к CNN. Они там правильно написали, они показали нам, что на Кубе рак тоже лечится. Причем я вам серьезно объясняю. Рак головного мозга там лечится. Как он лечится? Сейчас. Так вот, на Кубе рак головного мозга лечится укусами скорпионов. Вы меня поняли? То бишь, яды хороши, но их надо делать потихонечку и грамотно. К сожалению, я вам не показываю, как лечатся другие виды рака. К сожалению. Вы прекрасно понимаете, что я телевизор, который, в принципе, обыкновенный инженер, металлург. Это уж я потом стал телевизором. Я бы вам продемонстрировал и другие места, но этого не получается. Теперь возникает другой вопрос. Я вам уже показал, где вы можете лечить рак головного мозга. Ни в какие другие точки. Ни в какие другие точки. Неважно, где это, в каком месте это было бы. Не надо никуда больше ставить укусы. Сейчас объясню ситуацию. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что рак это болезнь общества. Нет, надеюсь, вы понимаете, что такое рак. И от рака умрет у нас 65% населения. Я переговорил с людьми, которые занимаются ядами пчел. Так вот, честно, я с которыми говорил, я не видел ни одного человека, который умер от рака. Мало того, есть другие, у которых в принципе был рак, но они вылечились. И благодаря тому, что их ужаливали. То бишь, рак есть у нас у каждого. Когда он начинает подниматься. Когда мы начали проваливать свой иммунитет. Понятно? К сожалению, такое часто случается. И мы живем благодаря врачам. То есть, если раньше это было, ну представляете, да? У каждой бабушки, у каждого дедушки было там по 10, может по 15 внуков. Из них до нормального времени доживало 3-4 человека. Представляете, да? Все остальные умирали. Сегодня и сейчас один человек и растет. И естественный вариант. Почему раньше люди умирали? Да по тем же самым причинам. То есть, выкатывались в самые крутые, понимаете? Все остальное, извините, умирало. Вот теперь, о чем мы говорим, да? К сожалению, ну это для Магнитогорска, я не знаю, как в другом месте. Но здесь такая штука есть. То есть, если вы в Магнитогорске заболели раком, то на вас ставят крест. Вам ставят небольшое количество времени, которое вы можете прожить. А потом досвидос. Так ли это? Как вы видите, все это не совсем так, как хотелось бы думать нашим специалистам. Врачам, естественно. И мало того, когда я начинаю говорить про эти вещи, мне говорят. Клёш, а ты что, с чем собираешься пободаться? С российской действительностью? Я говорю, а почему нет-то, собственно говоря? Конечно, меня не допускают вот эти вещи в эфир. Но вы должны понять, что это должно быть. Сын, вы открой, пожалуйста. Вот такая штука у нас возникает. То бишь, господа и госпожи, если вам сказали, что у вас рак, не надо об этом уж сильно так печалиться. Он у всех является. Но вы и у вас есть возможность с этим делом побороться, как это делаю я, естественно. Субтитры сделал DimaTorzok.